МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире ННТВ, программа «Объективное интервью». Мой сегодняшний собеседник, заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский. Вечер добрый, Дмитрий Валерьевич. Добрый вечер. Для телезрителей напомню, что Дмитрий Сватковский в региональном правительстве отвечает за социальный блок, и, соответственно, наш сегодняшний разговор в основном пойдет по темам здравоохранения и образования. Вот, в частности, на минувшей неделе, насколько я знаю, вы проверяли работу Нижегородского областного онкологического диспансера. Опять же, насколько мне известно, там появилось какое-то новое суперуникальное оборудование. Его обладателями мы единственными в ПФО являемся, если я не ошибаюсь. Нет, не ошибаетесь. Действительно, мы сегодня обладаем одним из сильнейших оборудований не только, я бы сказал, в нашей стране, а вообще в Европе. Таких аппаратов компании «Новарис» всего 17 в Европе, и два из них только в Российской Федерации, в Санкт-Петербурге и у нас. Это система, методика радиохирургического удаления опухоли головного мозга не более трех кубических сантиметров. И это система, которая, в принципе, дает нам сегодня возможность в онкологии преодолеть очень быстрый такой шаг вперед, сделать для того, чтобы победить именно онкозаболевание. И что хотелось бы отметить, что сейчас очень мощно проводится диспансеризация непосредственно в нашем регионе. И, как вы понимаете, основная цель его – выявить на первых стадиях раковую опухоль. Я вам могу сказать, с одной стороны, статистика говорит о том, что заболеваемость растет. Я бы хотел всем объяснить, что как раз не заболеваемость… За счет выявляемости? Конечно. За счет диспансеризации выявляемость. Чем раньше в онкозаболеваниях выявляется на первой, второй стадии, то вторая стадия практически это вылечиваемость 99,9%. То есть чем быстрее мы выявим раковую опухоль, доброкачественную, злокачественную. А сегодня, как вы знаете, мы имеем всю систему непосредственно идентификации, диспансеризации. В сентябре мы открыли новое здание онкополиклиники на улице Деловой. Поэтому мы сегодня обладаем всем конвейером и всей системой для того, чтобы выявлять и принимать тактику лечения. Что очень понравилось при инспекции в онкодиспансере. Вы знаете, совершенно принципиально другой вид сегодня приобретает уже работа онкодиспансера. Уже рядом с врачом и доктором находится уже физик-математик, который непосредственно уже делает расчет лучевого интегрирования головного мозга для того, чтобы как раз и удалить мозговую опухоль, и, соответственно, дать возможность человеку быстро поправиться. Суть следующая, что, в принципе, данная операция дает возможность прийти на своих ногах и уйти на своих ногах, и человек не чувствует боли. Это действительно уникальный аппарат. Он, конечно, очень достаточно серьезно и стоит деньги. Российская Федерация и лично Варий Павленд Шанцев занимался вопросом. Как раз кадры идут онкодиспансеры. Это целый комплекс, это не просто препарат, это целый комплекс, это большая часть здания, которая сегодня дает возможность принципиально по-другому шагнуть вперед. В принципе, в будущем сегодня развивается лечение таким способом, что в будущем вообще все идет к радиохирургии. То есть сначала радиотерапия, теперь радиохирургия, то есть практически исключается инвазивное лечение уже больного. То есть уже без... работает один аппарат, люди только уже как оператора наблюдают. То есть точность попадания сегодня луча, непосредственно фотона в головной мозг, там 0,01 отклонения. То есть сегодня ни один человек не способен это сделать. Поэтому, естественно, такую сегодня мы систему имеем. Вот вы видите как раз новые технологии, когда фиксируют уже непосредственно голову пациента. Это говорит о том, что мы сегодня на пороге уже очень серьезного качественного скачка в медицинском обслуживании и в первую очередь в онкозаболевании. Как раз хотел спросить, вот с учетом появления все более нового и совершенного оборудования, там, совершенственной материально-технической базы, кадрового усиления, вот и онкодиспансеры, и поликлиника новая появилась. Вот каких результатов мы сегодня уже достигли и какие задачи стоят в ближайшее время? – Действительно, самым основным, наверное, заданием индикатора нашей деятельности является сокращение смертности. И здесь мы уже достаточно хороших результатов достигаем. Только уже по информации 9 месяцев у нас смертность понизилась в абсолютных числах на тысячи человек меньше, чем в 2014 году. Да, может быть, эта цифра небольшая, но поверьте мне, в этом году сделан качественный скачок именно в обслуживании. Наверное, многие уже нижегородцы почувствовали, как уже звонят из поликлиник, просят пройти диспансеризацию, приходят на дом врачи, терапевты, фельдшера, идет обход по дому, идет электронная запись к врачам. То есть целый комплекс ситуаций запущен уже в наше общество. И вот последняя новинка, мы будем со следующего года уже обозначать каждый личный кабинет каждого пациента в Нижегородской области. Он может создать личный кабинет, где к нему будут в виде эмейла, в виде электронных писем приходить уже информация о том, когда пройти диспансеризацию. Не надо уже идти за анализами, то есть анализы будут приходить. Нет, надо будет очереди вообще. Как явление. Как явление. Это наша цель и задача. Очередей не должно быть. Вот надо этого добиться. Не все получается, скажу вам честно. Очень серьезные есть, конечно, промашки логистики в организации процессов. Но вы знаете, уже есть очень хорошие тенденции, особенно мы сейчас наблюдаем это в детских поликлиниках. Поэтому считаем, что вот этим путем надо идти. Есть лучшие, как и во всем деле, есть худшие. С худшими индивидуально работаем, обучаем в первую очередь, даем подпитку кадровую, обновляем кадровый состав, даем возможность очень серьезно именно работать в плане менеджмента. Потому что наказывать или делать выговоры – это одно, а другое дело – обучить и научить, как правильно надо. Это другая структура. И начинать надо, конечно, с регистратур. С регистратур, потом надо работать со средним медицинским персоналом. И, конечно, освобождать врача от большого количества бумажной работы. Вот основные вехи, которые мы должны. Врачи, средний медицинский персонал должен работать с людьми. В первую очередь. Они с бумагами, безусловно. Они с бумагами. Да, это очень непростая задачка. Но я вам скажу, в этом и заключается как раз система управления, чтобы эту задачу решить. Хорошо, следующая тема. Седьмой родильный дом в Нижнем Новгороде всегда имел хорошую репутацию. Здорово, что он снова в строю. Закончился капитальный ремонт, обновлена линейка медицинского оборудования. И вот уже более чем 10 дней там появляются новые и новые нижегородцы. Но прежде чем начать разговор об открывшемся родильном доме и шире, наверное, о трехуровневой системе родовспоможения, давайте посмотрим небольшой сюжет. Маркичева готовится стать мамой второй раз. Сейчас она носит под сердцем долгожданного мальчика. Вместе с супругом и дочкой выбрали имя – Никита. Но с этим богатырем по назначению врачей Ольге предписано рожать не в рядовом роддоме, а в перинатальном центре. Но, говорит, не волнуется вовсе. Профессионал очень замечательный, отличная заведующая, просто волшебная женщина. Все очень понравилось. Пока все устраивает. С такими профессионалами не страшно. С бодрым настроем, с хорошим настроем, с положительным. Счастливое будущее. Будем шагать дружной большой семьей. Анна Еферина уже два дня, как дважды мама. За маленькой Ксенией, как и за старшей дочкой, не раздумывая, пришли сюда же в седьмой роддом. Анна уверена, что придет сюда и за третьим ребенком. Ведь знает точно, здесь не только квалифицированные врачи, но и супертехнологичное оборудование. А только что закончен и капитальный ремонт. Сейчас я бы сказала, что я на курорте или где-то в санатории, потому что, конечно, условия замечательные. Но то, что мне нравится, что осталась вот эта атмосфера, которая была какая-то позитивная, что все будет хорошо. А для будущей мамы, особенно кто первый раз приезжает рожать, это, конечно, очень и очень важно. Новоиспеченным мамам и тем, кто готовится к материнству, сейчас нужен покой. А тех мам и маленьких братиков, и сестренок, которые уже готовы к выписке, приехали встречать старшие дети. Добрые, сердечные, врачи всех мам встречают и руками нежными малышек пеленают. Мамы наши рады и счастливы сейчас, что такие умелые руки взяли нас. В седьмом роддоме капитального ремонта не было никогда. За 28 лет его провели впервые. Обновили и линейку оборудования. Теперь здесь есть возможность оказывать высокотехнологичную помощь в самых сложных случаях беременности и родов, благодаря чему он относится к высшему звену родовспоможения. Как отмечает заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, с открытием седьмого роддома в регионе завершено формирование трехуровневой системы родовспоможения. Сегодня мы обладаем двумя учреждениями третьего уровня родовспоможения. Это Зержинский перинатальный центр и роддом номер 7, который входит в состав больницы номер 40 Автозаводского района. Естественно, здесь непосредственно роддом номер 7. Основная его функция, конечно, это прием и рождение детей, но в то же время это наш основной областной опорный центр для рождения детей с патологией. Здесь сегодня созданы самые современные, на наш взгляд, условия, в том числе для рождения детей с экстремально низкой массой тела. По мнению специалистов, завершение формирования трехуровневой системы родовспоможения позволяет и дальше улучшать позитивные демографические тенденции в регионе. Ну вот, собственно, по седьмому роддому все понятно. Продолжим разговор, собственно, вами и начатый, о трехуровневой системе родовспоможения, что она из себя все-таки представляет. И с ее появлением, уже с завершением выстроенной системы, какого результата мы ждем? Конечно, если говорить о системе, первое первичное звено – это ФАПы, фельдшеры, акушерские пункты. Это то, что работает, это поликлиники, это терапевты, фельдшера, которые выходят на дом, общаются с людьми и, соответственно, контролируют ситуацию по здоровью. Это основное. Второе – это, конечно, межрайонные наши учреждения, которые занимаются родовспоможением. Это кустовые, так называемые, роддома, которые сегодня базируются и объединяют несколько районов. Не только Нижнего Новгорода, а также и… Регионовска. Да, Арзамас, Кстово, сельские районы. И, например, северные районы. Мы сконцентрировали все силы в Уренском районе. И эти межрайонные наши центры должны принимать от 400 родов ежегодно. Ну и, конечно, венчает уже всю эту пирамиду наши перинатальные центры. Роддом номер 7 и перинатальный центр в Зержинске, где родов уже более трех тысяч за год. А, соответственно, наш основной опорный такой центр – это седьмой роддом, который дает возможность нам в данной ситуации, конечно, принимать более пяти тысяч ежегодно. Я уже упоминал здесь, что действительно у нас получилось таким образом, что на базе как раз 40-го больниц удалось создать такой мощный медицинский кулак людей, которые сегодня выполняют очень сложные роли и функции. Это контроль у беременных женщин, у которых выявлена патология. Это очень серьезный вопрос, потому что когда мы ставим перед собой качество, когда мы боремся с мадренческой смертностью, с материнской смертностью, как раз самым основным качеством и работы гинекологов является выявление патологии. Поэтому идет скрининг, идет целая ситуация по анализам, и, соответственно, мы берем и ведем всех пациенток уже с первых недель беременности через предоставление системы РИСАР, так называемая, куда вводим данные каждой беременной женщины. И эта система РИСАР, она уже контролирует и выдает нам анализы и в том числе рэперные точки, когда мы должны проводить скрининги у той или иной роженицы в будущем. И задача, конечно, чтобы молодые мамы не один раз рожали. Конечно, сейчас... Приходят не боятся. Абсолютно. Я вам знаете, скажу честно, из общения многих молодых мамочек я понял, что придут и второго рожать, и третьего рожать, и четвертого, потому что многие уже по несколько раз были, вот видите, уже там показывали маму, где второй раз она уже рожает. А самое, что удивило меня, когда мы подъехали, общались, пришли как раз молодые родители, просто с детьми увидели праздник и говорят, а наши дети здесь рожаются. Гуляли, которые вокруг, это уже трехлетние, четырехлетние там дети. И знаете, очень приятно такие вещи наблюдать, потому что помнят врачей, помнят всех гинекологов, профессуру, кто с кем работал, главного врача. Это действительно, я как отец могу сказать честно говоря, у меня две дочери, естественно, я до сих пор помню общение с людьми, кто вел непосредственно моих дочерей и, соответственно, вел все наблюдение на протяжении всех сроков беременности. Это очень важно, особенно для отцов. Поэтому, естественно, чтобы не было, как сказать, мы отцы должны отдавать самое лучшее для того, чтобы наши жены, любимые женщины рожали и не испытывали никаких проблем. Я, вы знаете, пообщался и увидел следующее. Я говорю, а почему вы так все спокойны? Знаете, нет никакой нервозности. Нет никаких каких-то таких, знаете, негативных ощущений. Вы знаете, пришли, увидели такую аппаратуру и, говорит, как-то стало нам всем спокойно. Посмотрите, какие сегодня условия. Ну, максимум две сегодня роженицы находятся в одной палате. Везде телевизор, везде отдельный санузел. Сегодня вся аппаратура приезжает к роженицам непосредственно, как вы видели, уже в палату. А не она ходит, а не она ходит по всему роддому и там на лифтах поднимается. Это все очень сложно. Вот такая, когда организация процессов уже соответствует современным нормативам и говорит о том, что как раз наше общество получает то, что мы, какие видим уже цели и задачи, а это уже повышение рождаемости. Мы один, кстати, из немногих регионов Российской Федерации, которая в этом году уже на полторы тысячи детей по сравнению с 2014 годом. При том, что демографическая ситуация сейчас в Российской Федерации падает и действительно мы прошли пик ее в 2007-2008 годах. То есть как бы сейчас идет спад, такие есть волны так называемые 15-20-летние, которые повышение рождаемости, понижение рождаемости. Понятно, что там совокупность факторов, социально-экономические. А мы напротив, мы не ныряем, мы держимся. А мы не ныряем, мы даже в этом году приподнялись, потому что мы действительно создаем условия сегодня. И вот совокупность только факторов дает сегодня возможность именно уже думать о втором, о третьем и о четвертом ребенке. Это же инструменты, которые создаются правительством, в том числе мотивирование заведения второго, третьего и последующих детей. Про пособия, льготы, возможность чувствовать себя достаточно уверенно в завтрашнем дне, выполнение обязательств государства перед гражданами. Вот это все дает как раз предпосылки для того, чтобы мы видели и как раз это наблюдали как повышение рождаемости. Это очень важный аспект. Вот посмотрите сразу, как дельта увеличивается. Тысячу людей по итогам девяти месяцев у нас умерло меньше, а полторы тысячи больше. То есть уже это две с половиной тысячи плюсом в естественной прибыли населения только за девять месяцев. Я чувствую, что мы сейчас видим цифры. Это будет цифра приумножаться. И это позитивно. Это говорит как раз о качественной работе, которая шла последние пять лет. Хорошо. Следующая тема. Прошу немножко лаконичнее отвечать. Еще одна важная тема для тех, кто имеет проблемы со здоровьем, это обеспечение льготников лекарствами. Насколько известно, сейчас идет судебный спор между Министерством здравоохранения региона и Нижегородским управлением ФАС, антимонопольной службы. Как раз вот предмет, это система закупок лекарств. В чем суть этого спора и что зависит от его исхода? Суть спора в следующем, что у правительства Нижегородской области и у управления Федеральной антимонопольной службы разный взгляд на процессы, которые являются предметом закупки лекарств. Если мы говорим о том, что мы должны получать и доставлять людям и закупку лекарств, и услугу, так называемую доставку непосредственно, и тем самым дать возможность получить качественную услугу нашему гражданину, то УФА спросит разделить предметы. Разделить это, да? Да, разделить предметы. Но это же для потребителей неудобно. Ну, во-первых, здесь несколько сразу аспектов. Я бы хотел бы очень сказать откровенно о том, что, во-первых, у нас одна из самых лучших систем обеспечения лекарств. Именно я говорю, это федеральная региональная льгота тех лекарств жизненно необходимых, которые сегодня льготники все пользуются. И заметьте, она у нас самая дешевая. У нас средняя закупка лекарства 454 рубля. При том, что в Санкт-Петербурге 590, в Москве 604, а в других областях меньше 600 рублей не опускается. И спор в следующем. Мы говорим, дорогие коллеги, увидите, пожалуйста, мы наблюдаем сегодня, а люди довольны обеспечением лекарств? И цена низкая. Цена низкая. В чем проблема? В чем проблема? Отсроченных рецептов нет. У нас сегодня лекарственный запас на два месяца вперед. Это очень серьезный запас, который дает возможность нам смотреть очень легко и никаких в социуме переживаний, напряжений не будет. Мы говорим, коллеги, дорогие, посмотрите, пожалуйста, мы же выполняем все то, что требуется, чтобы гражданин чувствовал себя уверенно в завтрашнем дне и обязательство государством выполнялось. Но здесь идет уже правовая плоскость спора. И, как вы понимаете, естественно, мы свою точку зрения будем отстаивать в судах. Сейчас уже это общение. Сначала это было, естественно, общение, потом переписка, отстаивание. Ну что ж, разные точки зрения, да? Да, теперь мы ушли в суды. Есть третийский судья. Да, мы пойдем до Верховного суда. В 2008 году такая ситуация была. Мы дошли, и Верховный суд принял нашу сторону. Надеюсь, что сейчас, увидев те результаты, которые есть в Нижегородской области, я считаю, что здесь разум и результат, самое главное, должен победить. Потому что, естественно, и правовая точка зрения тоже поддерживается нами. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Но я хотел бы всем гражданам заявить со всем обязательством, что правительство абсолютно все гарантии выполнит по обеспечению лекарств. Здесь никаких проблем не будет. Абсолютно. Еще один вопрос, тоже попрошу достаточно лаконично. В ноябре открылся очередной детский сад. На этот раз в регионе, на этот раз это Богородский район, новинки. Но это как повод, да? Мы все понимаем, что до окончания 2015 года полтора месяца. А 2015 год – это год, когда программа по ликвидации очередности в мест дошкольных детских учреждениях, детям от 3 до 7 лет, она завершается. Регион справляется с задачей? Да, у нас в этом году как раз заканчивается программа по ликвидации очередности. Я хотел бы напомнить, что мы по этой программе должны дополнительно организовать 14 тысяч мест. Практически все объекты уже сданы. Сейчас у нас осталось 4 объекта, которые будут сдаваться до конца этого года, до 31 декабря. Буквально на этой неделе запланирован визит, инспекционный визит по достроящимся и ведению в эксплуатацию подготовки, вернее, ведению в эксплуатацию детских садов в городе Нижнем Новгороде губернатором Варьим Павловичем. Поэтому здесь все находится на его личном контроле. Мы всю ситуацию эту знаем. Я считаю, что до конца этого года мы все эти задачи решим. Я считаю, что это одна из тех программ, которые действительно доказали свою эффективность. И каждый нижегородец ее почувствовал. Я имею в виду молодая семья в первую очередь. Действительно, сейчас мы ее до конца доводим. И уже начиная с первого квартала, я думаю, что все объекты будут введены в эксплуатацию. Хорошо. На часах 18.20, до хоккея 40 минут. Я не ошибусь, если предположу, что отсюда вы отправитесь туда, на проспект Гагарина. Действительно, сегодня хороший матч. Мы, как обычно, транслируем. Играют... И не только мы сегодня, кстати. Две принципиальные команды. Действительно, мы находимся в турнирной таблице очень вместе. Это «Динамо», «Москва» и «Торпеда». И вы знаете, последние как раз игры с другими соперниками. Говорят, что конкуренция сейчас возрастает. «Торпеда» сейчас на ходу. Хороший такой положительный заряд. Эмоциональные ребята. Игра есть. И сегодня очень важно именно сконцентрироваться на на вязкой обороне как раз «Динамо». Она такая тягучая. Особенно на выезде команда играет очень сконцентрированно и в обороне, и в атаке играет, как правило, вторым номером. Посмотрим сегодня, как будут развиваться события. Мы надеемся однозначно, что «Торпеда» победит у себя в родных стенах. Как не раз уже это было. И игра принципиальная. Она доставит большой живой интерес и будет показываться по многим центральным каналам. Параллельно сегодня «Матч ТВ» показывает. Не будем скрывать. И HD-качестве. И очень приятно, наверное, будет посмотреть уже в новом формате. Ну и, конечно, ваш канал, который постоянно следит не только за хоккеем, за баскетболом, за футболом. Очень приятно, что сегодня спорт в Нижегородской области становится очень модным, популярным. И проблема лишнего билетика сегодня существует. Это так как раз и с проблем, которые... Да, я думаю, что сегодня одна из самых серьезных проблем. Чтобы эта проблема все-таки была, а мы уже подойдем в свою очередь, наверное, к строительству Ледового Дворца спорта в ближайшие годы. Хорошо, спасибо за участие в программе. Удачи к Нижегородскому «Торпедо». Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова